Новая дизельная электростанция начала работать в селе Верхнетамбовском, Комсомольского района. Она заменила старую энергоустановку, которая уже давно работает с перебоями. Как говорят местные специалисты, теперь проблем с электричеством в поселке нет. С подробностями Антон Петрович. Загорелось табло. Да, вот блок загорелся. И все, и запускают настройки завтра. Новая электростанция Верхнетамбовска – это три модульных блока с дизельными генераторами и модуль, в котором находится диспетчерская щитовая. Обслуживают ДЭС четыре человека. Пока станция работает в тестовом режиме. Специалисты проверяют, соответствует ли она заявленным параметрам и замеряют расход топлива. Но уже сейчас механики говорят, перебоев с электричеством в поселке теперь нет. Старая дизельная была. По два раза в сутки переключались. Мигание света, интернет пропадал из-за этого. Сейчас у нас они работают пока по трое суток. И вот один раз, получается, за трое суток мы переключаемся. По трое суток они работают. Очень удобно. Новая электростанция произведена на Ярославском заводе. Оснащена приборами учета электроэнергии, топлива, счетчиками моточасов и системами пожаротушения. Общая стоимость оборудования – более 13 миллионов рублей. Большую часть средств администрация Комсомольского района получила из краевого бюджета. Три дизель-генератора работают посменно. При этом старые силовые установки остались в качестве резерва. Два дизеля в рабочем состоянии, которые тоже можно в любой момент запустить. И будет подача на поселок электроэнергии. То есть все нормально. До конца 2022 года такие же модульные дизель-электростанции должны начать работать в поселках Катен и Солонцовом района имени Лазоа, в поселке Озерпах Николаевского района и селе Наумовка Хабаровского района. На их закупку и установку из бюджета Хабаровского края выделено 36,5 миллионов рублей. А на электростанции в Верхнетамбовском в ближайшее время должны установить автоматическую систему управления. Это позволит практически полностью исключить человеческий фактор в работе оборудования. Антон Петрович, Телеканал Губерния.